Нарколабораторию по выращиванию конопли нашли правоохранители в Минском районе. У себя дома 24-летний житель Михановичи оборудовал помещение по самому последнему слову техники. Искусственное освещение, тепло- и звукоизоляция, постоянное поддержание влажности. Предприимчивого молодого человека задержали в момент реализации очередной партии дурмана. Примечательно то, что парень в скором времени должен был стать отцом. Владимир Королев продолжит тему. Много света, сильная влажность, постоянно дующий ветер. Такие условия в этом подвале предназначались явно не для отдыха, после трудового рабочего дня. Был задержан житель поселка Михановичи Минского района, 89-го года рождения. Парень уже попал в поле зрения оперативников, потому что была информация о том, что он оборудовал в квартире своего дома специальное помещение для выращивания конопли. Эта информация подтвердилась и в квартире, и в подвальном помещении. Были обнаружены подпольные лаборатории по выращиванию марихуаны. А это уже не подвал, а квартира того же 24-летнего парня. Картина примерно такая же. Здесь датчики температуры и влажности воздуха, постоянный обдув помещения. Тепло и тихо. Звукоизоляция поглощает шум техники. Там же находились удобрения и грунт для комнатного выращивания совсем не комнатных растений. По словам задержанного, всю необходимую информацию, оборудование, а также семена для выращивания конопли он находил в интернете и заказывал также через интернет, и почта доставлялась ему вся эта необходимая продукция. На сегодня оперативниками управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми выявлено уже 23 специальных помещения, предназначенных для выращивания марихуаны и конопли. В этом чудо-шкафу вместо одежды были обогреватель, вентиляторы, множество ламп и полуметровые кусты конопли. 18 растений весили почти 2 килограмма. Неподалеку от зоны выращивания было место для сушки и изготовления наркотика. Задержали молодого человека во время сбыта своей продукции. Двое друзей решили весело провести время, за что и поплатились. При совершении сделки у троицы нашли 35 граммов дурмана. За незаконный оборот наркотических средств в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Примечательно то, что супруга молодого человека, который занимался продажей наркотиков, скоро времени должна родить ему ребенка. Скорее всего, малыш отца увидит уже не скоро. Владимир Королев и Николай Лошкевич. Зона Икс. Минский район.